Здравствуйте! Прошел ровно месяц с того момента, как мы установили подсветку для орхидеи. И вот так сейчас выглядит мое окошечко в зале. Сейчас я покажу вам, как изменились те растения, которые находились месяц под этой подсветкой. Результат уже виден. На вот этой орхидейке распустился бутончик очередной. Я приобретала ее уже цветущий. Такая красавица с веснушками. Ей все нравится. Оставила ее пока без пересадки. Она сидит в горшочке в своем до весны. Наращивает листочек. Видно, что листочек потихонечку растет. Вот у этой орхидеи растет деточка. И корешок, как мы видим, сейчас растущий у этой деточки. Он зелененький. Очень плохо она наращивает листочки. Всего один лист и один корешок пока. Посмотрим. Может быть, вот эта дополнительная досветка будет стимулировать и рост деточки. Также у этого растения, которое наращивает деточку, вот так цветоносик растет. Она одновременно и цвести собирается, и наращивает деточку. Покажу сразу наше усовершенствование системы с подсветкой. Кабель-канал приклеили к окошечку, чтобы спрятать провода. И аккуратненько получился вот так выключатель. К стеклу тоже плотно прилегает. Легким движением руки все включается, выключается. Пока обходимся без таймера, потому что бывают очень пасмурные дни. И подсветку я включаю с самого утра. У этой орхидеи всего один цветонос, но вот так она красиво цветет. Мне очень нравится. Эта орхидейка была приобретена мной после того, как уже отцвела, и цвет был для меня сюрпризом. То, как она зацвела, мне очень нравится. Такая необычная. Надеюсь, что все бутончики распустятся. И хочу отметить, что иногда, приобретая растения с цветочной стрелкой, на котором есть распустившиеся цветы и бутоны, бывает так, что бутончики отсыхают и опадают со временем. Происходит это зачастую из-за недостатка света. Бывает так, когда дома орхидеи цветет, бутоны опадают. Ну вот, под подсветкой все прекрасно, все раскрывается, сами видите. Такая вот кисточка красивая получилась. Вот еще одна моя красавица цветет. У нее сразу три цветоноса. Все потихонечку распустились. Один вот уже там отцветает. Последний цветочек. Мне кажется, все, она уже должна его скоро подсушить. Этот цветонос. У этой орхидеи есть такая особенность цветоноса. И она после цветения полностью осушивает. И хочу показать ее соседку теперь. Она была подвешена в кашпо, ближе к лапе. И что мы видим? Как результат за месяц. Вот такие вот красивые растущие корешки. И что меня очень удивило, изменилась окрасочка. Появилось очень много интенсивного вот такого окрашивания. Это такой фиолетовый оттенок. Почему? Это растение, во-первых, цветет. Примерно вот так. Это его особенность. Пигментация на листьях такая. Во-вторых, из-за того, что было очень много света. Корешки проснулись. Именно, смотрите, тут спящий корешочек. А те, которые были на поверхности, ближе к свету, они вот начали свой рост. Это моя орхидейка. Наращивала корешки, когда осталась совсем без них. Сейчас она растет вот в таком минимальном количестве коры. И тоже наращивает корешки. Я показать попытаюсь, чтобы ничего не разрушить. Вот они, зелененькие корешки на дне. Весной ее обязательно придется пересадить такими темпами. Тургер у нее почти восстановился. Даже у тех листьев, которые я думала, что она потеряет. И, конечно, у нее изменилась вот такая интенсивность окраски листа. Стали более сочные, более темные листочки. Листья при этом растут. А у нас сейчас середина декабря. Вот такие вот красивущие корни у растения, которое растет под весном кашпо. Не на подоконнике, а оно подвешено ближе к лампе. То есть, невооруженным глазом видно, что растение в стадии роста. Мало того, что растут корешочки, еще один новый корешочек за месяц появился. Он проклюнулся и тоже весь такой зеленый и растущий. Конечно же, это все влияние подсветки. Подводя итоги этого видео, я хочу сказать, что у меня растения, те, которые сейчас цветут, наращивают цветочные стрелки, они стоят на подоконнике. И подсветки им вполне достаточно. Те растения, которые периодически у меня растут в кашпо, то есть, я их меняю местами, не всем места хватает, я вижу, что они начинают активно растить корешки, листочки, и ставлю туда растения, которые наиболее в этом нуждаются. Если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал соцветника Огород круглый год. Тогда вы всегда будете в курсе, когда выходят мои новые видео. До свидания!